Здравствуйте, дамы и господа! И сегодня у нас блистательная игра 2 на 2. Это режим PvP и у нас играют два клана. Первый клан, никнейм 1500, это у нас Таусид. Он заказывает себе парней, строит казармы Тау и в принципе в 400 мячка своими рабочими просто возводит себе небольшой городок в этой местности. Его напарник это Дантист и Дантисту выпала интересная раса. Он играет за Некронов, он строит себе Гауссову Турель, он строит себе Генератора 2, 3, 4 и сейчас будут выходить Скарабчики для того, чтобы все это построить. В первую очередь он никого не разведывает, он не тратит на это время, он именно занимается постройкой защиты и обратите внимание, Гауссову Турель он до конца не достраивает, чтобы потом в случае чего, если угрозы никакой не будет, он ее отменит. Это очень важный момент, нужно это знать и понимать. Против них играет Хауссид, он строит себе, раз у него сектанты есть, два сектанты есть, обратите внимание, у этих сектантов есть темное видение, как мы это с вами можем понять, мы видим это потому что вот видите у человека глаза, короче, горят у сектантов. Это значит, что он прокачал себе видеть невидимых и сделал в принципе все правильно, потому что видеть невидимых это очень важный момент. У него есть космодесантники Хауса один отряд и может заказать себе, нет никого он себе не может заказать, а именно героя, потому что он потратил энергию на прокачку, которая позволяет видеть невидимых. Важно ли это? Да, в принципе это нормально и в принципе это удобно и комфортно. Его второй напарник это космодесантник, который уже своими разведчиками нападает на врага и в упоре вяжет Тау. Я думаю это все было сделано правильно, потому что когда подойдет сейчас командор, он сможет очень неплохо заехать по своему противнику. Да, успел, заказался и сейчас, и сейчас будет идти раздамажка очень жесткая, командор будет стрелять. Можно конечно в рабочих, но решил все-таки пострелять в воинов огня, да. И мы видим хауситы тоже это делают. Ответ на вопрос, зачем качалась вот эта вот глаза? Они качались специально для того, чтобы видеть невидимых шпионский экзоскелет 15-15. Это очень важный момент. Герой стоит, перестреливается и с тауситами, и с некронами. Хотя на самом деле более ценный юнит это таусит, это именно воины огня. Поэтому сейчас можно и отойти. Тут есть командир Тау, в него тоже можно будет подстрелять, если подойти. Но пока что как-то не очень поворотливый у нас космодесантник. Ну раз такая. А у таусита прирост 38-44, снова 38 стало. То есть 44. Потому что он, да, 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 да. Потому что у него есть целых два наблюдательных поста. Это очень неплохо. 44 это нормально. Он заказал себе еще один отряд воинов огня. Есть первый, есть второй, есть герой, есть отряд воинов огня. Захватывается здесь стратегическая позиция. И после того, как захватится, будет накинут пост. То есть сейчас будет 50, застроит будет 56. Смотрите, 50. Бабах! Накинет пост, построится будет 56. Супер. Итак, его напарник Дантист. Одним воином тут сражается. Одним отрядом воинов-некронов. Рабочими здесь может, конечно, подстраивать, помогать. Другими рабочими пытается снять точку у культистов. И у него это получается. Ну и в принципе остальными он ничего больше и не делает. Хаосик, в свою очередь, имеет раз отряд. Два отряд. Но тут против героя и плюс отряда за реинфоршенного очень сильно довольно-таки тяжело сражаться. Он теряет отряд культистов. Он ведет коцаного еретика, что тоже на самом деле, ну это вообще прямо очень плохо. Он, наверное, где-то тут пытается что-то сделать. Либо он сюда куда-то смотрит. Это очень плохо. Он на ровном месте потерял два подразделения. Был обращен в бегство. Прямо чувствует он себя не очень хорошо. И вот сейчас заказывает героям вопрос. Нужны ли были вот эти глаза? В принципе, они были неплохие. Вот сейчас он тоже подбегает очень близко. Сейчас он развернется просто. Некрон. Но это довольно-таки неприятно так играть. Космодесантник имеет два отряда парней, имеет командора, имеет два отряда разведчиков. И, как бы вам сказать, он пытается отбиваться от Таусита. Приросты у него неплохие. 68 на 10. В тот момент, когда у Таусита только лишь 56 на 20. Но сейчас он, если это захватит, то будет очень у него все круто. Космодесантник подходит вблизь. Он пытается как-то бежать за этими Тауситами. Вот тут надо очень срочно снимать. Если не снять, это будет очень-очень плохо. Надо хоть кем-то снимать. Хотя бы вот этим вот разведчикам подойди и сними. Тут ему помогает еще и против космодесантика рубиться Лорд Некронов. Герой где-то бегал. Ну, на самом деле, не очень хорошо. Но вот эта вот зажимка от Хаусита, это, конечно, великолепно. Посмотрите, Хаусит, когда толпой стреляют, он просто уничтожает Некронов. Вы видите, зеленое освещение Некроны подкачались уже снова. И это нехорошо. И сейчас нужно сражаться более грамотно. Двумя отрядами вот сюда нападать, например. Типа такого, короче. У Некрона ресурсы плюс 60. Пока что ничего больше не строится, но он все захватывает. Чувствует себя комфортно. Хаусит 86 на 10. Вот этим должен парнем подойти. Тогда что-то изменится. И, возможно, даже деньги есть. Да невозможно, а деньги есть. Достраивать еще один отряд космодесанта Хауса. Закачивать им всякие штуки в Т2. Ну, решил выйти в Т2. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Но мне кажется, что надо было здесь и сейчас как-то больше давить. Космодесантник, в свою очередь, не выходит пока что в Т2. Хотя, возможно, копит деньги. И сейчас, наконец-то, накопит. Разведчиков своих он всех растерял. Вышел, нажал выход в Т2. Тут построил мины. Уходит своими отрядами. Это нормально. Есть еще и, кстати, черепок. Есть один разведчик. Разведчиком можно либо здесь, либо здесь. Он и так давно уже все сделал. Так что, в принципе, нормально. Что будут делать? Таусит явно не выходит ни в какое Т2. У него нет никакого пути к свету. Хотя, обратите внимание, он кинул... Нет, он кинул просто лишь генератор. Т2 тут и не пахнет. Это 100%. В свою очередь, у Некрона ресурсы хорошие для выхода в Т2. Но пока что мы видим, тоже он не выходил. То есть, наши хауситы и космодесантники, они намного более будут технологичными. Останется только подождать, когда это произойдет. И я, на самом деле, очень хочу это увидеть. Строится оружейное. Тут можно будет прокачать бионику. Тут можно будет прокачать разные другие интересные вещи. Пока что нужно отбегать, фейкать. Тут большое количество воинов-некронов. Надо реально отбегать. Вот так не подходить. Соединяется герой с космодесантниками. Надо отходить. Возможно, сюда куда-то турельку одну бахнуть. Хотя бы для прикола. И будет очень неплохо. Но пока что нужно просто потерпеть. Выход Т2, сержанты, плазменные пистолеты. Это все будет, будет, будет. Это все будет, ребята. Надо только потерпеть. В свою очередь, хочу на хаос посмотреть. Хаос. Строит еще один генератор. Не знаю, куда. У него ресурсов много. Уже почти вышел в Т2. Есть парни. Но не знаю. Что-то вот он себе реально большое количество понастроил. Ну, хотя бы товарищу бы сотку отправил. Сот-100-200. Надо же отправить. Чтобы Кент поднял хотя бы ЛПшки. Я не знаю. Хотя тут ЛПшка поднята. Тут бы поднял. Еще бы что-то построил. Так вот, смотрите, теряет ресурсы. И не сможет уже гранаты прокачать. И я вам скажу больше. Он не сможет сержантов заказать себе. То есть, его Т2 ни о чем уже. Но он заказал все Капеллана. Но без сержантов лажа. Лажа полная. Надо строить кельи и казармы. Это очень важно. Таусит. Ну, он стоит своими ребятами. У него три отряда. Он строит путь к свету на процентов 33. Сейчас уже построено. Но я бы хотел что-то увидеть. Более активное, кстати, будет сейчас прирост плюс 80. Полностью чувствует себя тут как хозяин. Раз, два, три, четыре отряда плюс герой. От хаоса хочу увидеть что-то крутое. Он заказывает БТР носорог. Прокачивает ли он смерть слабым? Я не знаю. Потому что такое ощущение, что у него даже нету оружейной, безоружейной. Ну и какая-то игра. Это прямо вообще нехорошо. Да, будет БТР носорог. Но нету ни избранного, ни пистолетов, ни плазмометов, ни тяжелых болтеров. Ничего нет. Это не круто. Очень большое количество энергии. И вот строит только сейчас оружейную. Понимает то, что все-таки солдатами надо воевать. Вышел космодесантник. Но Келли и Казар мы пока что не видим. А надо их строить. Потому что без них реально... Реально. Вот это вот Т1 юниты. У них даже Бионики нету. Ни одной. Посмотрите. Да, есть какой-то Капеллан. Но от этого толку нет. Вот только что, только что Бионика прокачалась. Мы видим. Но это Т1, простите. И герой. Героя нужно сюда предводить. Присоединять его. Черепок уводить. Почему? Потому что будет регенерация просто бешеная. Это будет круто. И так Хавосит с другой стороны. Заехал с черного хода, так сказать. Нет у него ни тяжелых болтеров, ничего. И вот есть один Крабик, который тут стоит. Ну по Крабику стреляет. Ха-ха. Герой. А он куда сам стреляет Краб? В какую-то точку? А нет. Я понял. Он стрелял все это время по Войнам Огня. Да, это круто. Высадились космодесантники Хаоса. Начинают стрелять. Но их мало. Надо позакачать побольше. Герой вроде как тоже должен атаковать. Обратите внимание. Нет, он посадил пока внутрь. Краб стреляет. Ну давай, давай. Ты высаживаешь или уходишь? Все-таки решил уйти. Обратите внимание. Войнам Огня как-то пофиг. И они даже стреляют в Краба. Возможно они и задамажат этого Краба. Да, огнемет пошел. Вроде как он дамажит. Вроде как он урод наносит. Но честно говоря тоже не так сильно. И вот Адский Коготь когда прилетел. Вот это уже стало более грамотно. Адский Коготь, обратите внимание, неплохо стреляет. Он неплохо бьет и по урону, и по морали. И кстати, я хочу сказать, что он вообще на самом деле хорош против командиров. Он себя показывает вообще хорошо. Так, а что, где у нас чернокнижник? Неужели умер? Да, такое ощущение, что чернокнижник умер. Да, так и есть. И посмотрите, Война Огня раздамажили. Тут осквернителя. Заказывается ли еще ресурсов в море? Стоит пацан, не заказывает ничего. Убегает сюда, улетает, уходит. Ну, мне это вообще не нравится. Микрон потрошит тут космодесантика. Космодесантик, в свою очередь, посмотрите. Ну, у него ничего толком и нету. Конечно, у него есть герои. Вот это вот тема. Вот. Но героя до сих пор не присоединил. Келли и казармы уничтожены. И он решил сдаться. Как я понял, он решил сдаться. Хотя, возможно, это уже и было лиминейт. Ну и, короче, все вышли. Ну, давайте. Давайте подумаем, кто тут победил, ребята. Такое ощущение у меня, что на самом деле тут проиграл скорее. Давайте посмотрим. Вот он стоит. Шасуи, Войнов Огня. Вот он. Посмотрите, какой крутой. Руку вот так вперед. Вот он говорит. Я тут самый сильный. Знаете, у меня такое ощущение, что и правда он сыграл лучше всех. Таусит. Блистательная игра. Таусит реально крутой. Давайте ресурсы посмотрим. Хаусит сыграл очень плохо. Его ник оправдывает его. Дантист первое место. Полторы тысячи второе место. Хаусит третье место. Я еще раз повторю, его ник отлично показывает его уровень игры. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok